Семейный очаг под опекой. Какую работу ведет Совет матерей, созданный при Ассамблее народа Казахстана? Есть у нас очень хороший проект, который мне очень нравится. Это благословение молодым. Ах, оталга, ах, патам. Мы вместе. Практически 30 лет областной русский центр собирает вместе представителей славянского этноса. Мы стали инициаторами, сформировали такую базу прикладников. Около 10 лет назад при Ассамблее народа Казахстана был создан Совет матерей. Сегодня его филиалы действуют во всех районах Алматинской области. И надо сказать, работа проводится немалая. Создаются школы молодых семей, организуются встречи с психологами и юристами. Впрочем, смотрите сами. В Доме дружбы очередное заседание Совета матерей. Руководители из районов отчитываются о проделанной работе. Результаты радуют. Благодаря совместным усилиям сохраняются семьи, формируются благоприятные условия для воспитания детей, решаются насущные проблемы матерей. К примеру, в связи с пандемией этот учебный год школьники начали в дистанционном формате. Несомненно, такое положение дел вызвало массу затруднений у семей в регионах области. Решить эти вопросы и поспешили представители Совета матерей. Мы помогли многим семьям, протянули интернет, также выдавали в школах всем эти ноутбуки и компьютера. И сейчас дальше эту работу продолжаем. Каждый день каждая семья у нас на контроле. Также мы помогали нашим детям, нашим семьям, приобретение школьной канцелярии. Совет матерей при Ассамблее народа Казахстана был создан в 2013 году. Около пяти лет назад сменился председатель Совета. Им стала Баймадива Жамал Касымбековна. Эта удивительная женщина всю свою жизнь посвятила детям. Многие годы она была директором детского дома Айналайн и стала для его воспитанников настоящей заботливой мамой. И сегодня, даже будучи на пенсии, Жамал Касымбековна продолжает заниматься воспитанием подрастающего поколения, не оставляя без внимания как ребят, которые находятся в детском доме, так и тех, кто уже покинул его стены. Так под опекой Совета матерей находится целый дом, в котором проживают семьи бывших воспитанников Айналайн. Впрочем, это лишь одно из направлений работы Совета. За годы деятельности данной организации поменялось многое. Однако по-прежнему главной задачей Совета является оказание помощи семьям. Ведь семья – это основа страны, поэтому здесь вся работа ведется под лозунгом «Крепкая семья – крепкое государство». Сегодня Советом реализуются девять масштабных проектов. Первый проект – это «Колыбель Мангликель в сердце матери. Здоровье нации в руках женщины-матери. Женщина-медиатор». Если мы говорим сейчас о сохранении семьи, о воспитании молодых семей, роль медиации тут очень большая. Школа молодых родителей, где мы воспитываем, даем консультации, там работают психологи. Есть у нас очень хороший проект, который мне очень нравится – это благословение молодым. Совет матерей не только благословляет, но и дальше курирует эти семьи, помогая молодым людям устранять конфликты. К примеру, в Волокольском районе уже пять лет. Под опекой Совета матерей находятся семь домов. Такая работа ведётся во всех регионах края ЖТСУ. Школа молодых семей отлично функционирует в Кирбулакском районе. В районе на высоком уровне представлена работа с молодыми семьями. В каждом сельском округе у нас работает школа молодых семей. В общем, их насчитывается 15. Мы работаем не только с матерями, но и с отцами семейства. К примеру, ко дню отца мы делали видеоролики о примерных папах, а также наградили самых достойных. С молодыми семьями мы ведём профилактику разводов, а также помогаем разобраться в конфликтах. В районах области открыты также школы одиноких матерей, школы родителей. Реализуются проекты, нацеленные на оказание помощи женщинам и девочкам, ставшим жертвами насилия в семье. В этом вопросе очень помогает сотрудничество с представителями ювенального суда. Это сотрудничество очень положительно, поскольку мы действительно выезжаем в районы, разъясняем правовые аспекты нашим гражданам, нашим жителям, именно касающимся в сфере несовершеннолетних, которые порождаются в семье, допустим, в быту и за его пределами. Создан телефон доверия для подростков, номер 111. Я вот прошу всех членов Совета матерей взять вот этот вопрос тоже на вооружение, потому что нужно рассказывать, что есть телефон доверия, что он должен работать, что ребёнок, если его папа, мама обижают, что он всегда может найти защиту где-то вне семьи. Сегодня Совет матерей в тесном сотрудничестве работает с разными организациями. В первую очередь это, конечно, отделы образования в районах. Стоит отметить, что многие представители Совета являются педагогами. Как известно, в меру своей профессии учителя хорошо знакомы с психологией человека, а потому именно они выступают медиаторами и помогают семьям, которые находятся на грани развода. В Сарканском районе хорошо работают медиаторы. Мы стараемся помочь уберечь семьи от развода, ведь единство семьи – это единство нашего государства. Основные причины разводов связаны с безработицей, ревностью и с другими социальными аспектами. С каждой семьёй мы работаем, разбираем проблемы, разъясняем ошибки в построении семейной жизни. Нам уже удалось оказать помощь в сохранении 31 семьи, которая находилась на грани развода. Вот семья Морзахметовых после проведённой работы уже пять лет живёт в мире и согласии. Я выражаю большую благодарность нашему совету матерей. В сложный жизненный период они оказали нам большую поддержку. Мы уже пять лет живём душа в душу, и я совершенно не сожалею, что обратилась к ним за помощью. Хотела бы посоветовать всем семьям, которые попали в трудную ситуацию, обращаться к медиаторам и психологам. Они действительно помогают решить многие насущные проблемы, меняют мировоззрение и придают уверенность в себе. Реализуется советом ещё немало интересных проектов. Один из них – Клуб молодых девушек, созданный при Житесуйском государственном университете. Ведь девочки – это будущие матери, и от них зависит очень многое. Как говорится, в руках женщины весь мир. И сегодня очень важно воспитать в подрастающем поколении патриотизм и чувство ответственности. Воспитание надо начинать с семьи, воспитание надо начинать уже с детских садов. И по просьбе заведующих наши мамы ходят и в детские сады, там помогают родителям. Сейчас совсем другое поколение родителей. Родители сейчас вроде бы многое знают, но и в то же время допускают много ошибок. Поэтому мы очень много внимания уделяем именно культуре поведения женщины, культуре поведения мамы. От нас же зависит это. Дети – это наши копии, ксерокопии, как мы говорим. Какая мама, такой и очаг будут. Такими будут расти дети. В канун Дня Семьи, который отмечается в Казахстане во 2-е воскресенье сентября, Совет Матерей провел конкурс для молодых семей. Номинаций было немало. К примеру, Зарина Ильясова приготовила замечательный торт, чем просто покорила сердца членов жюри. Поздравить девушку с победой приехали прямо на ее работу. Она является тренером по хоккею на траве и прививает любовь к спорту ребятам разного возраста. Зарина очень любит детей. Особенно свою маленькую доченьку. Вместе с мужем Владимиром они стараются создать крепкую, любящую семью. Для супругов это особенно важно, ведь оба выросли в детском доме. Четыре года я живу со своим мужем. У нас все хорошо. У нас есть дочь Эмилия. Ей два годика будет. Она очень умненькая. Я ее развиваю. Она знает алфавит, читает до десяти. Мы ее очень любим, ценим. И с малых лет мы ее учим уважению. Что бы хотелось пожелать другим молодым семьям? Хотела бы пожелать семейного благополучия. Самое главное – здоровья всем. Берегите себя и близких. Стоит отметить, что советом матерей ведется и другая работа. Эти женщины просто не могут оставаться в стороне, если видят, что у кого-то есть проблемы. Сердце матери беспокоится за всех. Во время карантина мы также проводили большую работу. На собранные средства, а это 505 тысяч тенге, мы приобрели лекарственные препараты и дыхательные аппараты для районной больницы. В будущем женщины намерены реализовать еще немало социально значимых проектов в каждом районе Алматинской области. По словам Жамал Касымбековны, если мы действительно хотим сохранить свое государство, в первую очередь нам нужно, чтобы в семьях царили мир и согласие. В Алматинской области при Ассамблее народа Казахстана числится более 70 этнокультурных объединений, которые ежедневно своим трудом вносят лепту в общее дело сохранения мира и согласия в нашей стране. Одно из таких объединений – областной русский центр. Русский центр – один из старейших в области. Он был создан в 1992 году. За 28 лет сменилось 4 председателя. Сегодня объединением руководит Александр Александрович Бузыкин. Бузыкин Александр Александрович с 2012 года возглавляет областной русский центр. Трудовую деятельность начал в качестве киномеханика. Закончил Талдыкурганский строительный техникум. В разные годы работал в строительных организациях Талдыкурганской области мастером, прорабом, бригадиром. С 1991 года назначен директором предприятия ТОО «Строитель». Под его руководством был организован детский культурно-спортивный клуб «Харуат». Награжден медалью «Ерен Янбегу Ишен», орденом «Парасад», многочисленными юбилейными медалями, золотой медалью АНК «Берляк», почетным званием «Куксу Ауданным Курметто Азамата». Работа русского центра ведется по различным направлениям – образование, культура, бизнес-сообщество, молодежное крыло, совет старейшин и даже сектор СМИ. С каждым годом границы деятельности центра расширяются. К примеру, начиная с 2014 года по-новому проходят Дни славянской письменности и культуры, приуроченные ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия. Отныне они объединяют все славянские центры. В этом году, учитывая обстоятельства, они прошли в дистанционном формате, но очень масштабно. Музыка. Музыка. Уже сегодня у русского центра налажены контакты со всеми регионами нашей страны. Кроме того, сотрудничает он и с соседними странами. Так, в этом году по инициативе русского объединения был создан YouTube-канал Ассамблеи Алматинской области. Одним из первых видео на этом канале стал концерт, посвященный 75-летию Победы, участие в котором приняли не только артисты со всего Казахстана, но и Азербайджана, Белоруссии и России. Пока все дома, под одною крышей, пока все дома, как одна семья, пока других мы тоже слышим, нас разлучить нельзя. Пока других мы тоже слышим, нас разлучить нельзя. Надо отметить, что при русском центре огромное внимание уделяется работе с молодежью и старшим поколением. Так, ребята из Алматинской области периодически отправляют в летние лагеря России. Школьники и студенты с удовольствием принимают участие в литературных вечерах. А вот бабушки организуют свои тематические встречи. Работа каждого этнокультурного объединения в первую очередь направлена на сохранение традиций и культуры. Теми же принципами руководствуется и областной русский центр. Ярко и масштабно здесь проходят праздничные мероприятия. Объединение принимает участие в организации проведения науры за Дня единства. И кто же не бывал на знаменитой славянской масленице? По словам организаторов, такие праздники дают возможность подрастающему поколению погрузиться в культуру разных народов и почувствовать, что в нашей стране действительно царит межнациональное согласие. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Важно отметить, что все мероприятия русского центра не обходятся без выставок прикладного искусства. ПЕСНЯ 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 Активную деятельность ведут и районы и филиалы русского центра. А таковых насчитывается шесть. Здесь проводят различные народные праздники. Зимы, Играй гармонь, Медовые и яблочные спасы, праздник блинов и даже русской печи. Все это делается для того, чтобы подрастающее поколение не забывало традиции своего народа. Так мы уже неоднократно рассказывали вам о работе Славянского центра Сарканского района, бывали в гостях у центра из Каратальского района, а также радовали вас музыкальными номерами коллектива «Сударушка» из города Капшага. В Коксузском районе действует вокально-хореографическая группа «Лапушки», а в Ильейском – замечательный коллектив «Жель». «Все парни спят, и спят девчата, уже в селе нет ни огня, а я сама виновата, что нет любви дорожей у меня. Сегодня формат работы многих этнокультурных объединений меняется, так и в Русском центре. Если раньше главным было сохранение традиций и обычаев своего народа, то сегодня на первый план выходит формирование гражданской идентичности народа Казахстана. Поэтому в Русском центре реализуются проекты по пропаганде межэтнического согласия. Сейчас здесь работают над проектом в рамках государственного гранта Центра поддержки гражданских инициатив. В рамках проекта будут записаны уже 10 видео лекций, и тема их «25 лет ассамблей, 25 добрых дел». Я думаю, это символично. В этом году 25 лет ассамблеи. И важно показать итог работы. Сейчас происходит определенная трансформация. Трансформация мышления, трансформация гражданской позиции. И могу сказать, что сейчас гражданская активность возросла. И важно показать людям, что делалось. Важно сломать стереотип, который складывается у населения, что ассамблеи, этнокультурное объединение – это только песни, танцы, какие-то этнические праздники и все. Но если разглядывать глубже, то это научная работа. Это такой подход глубокий именно к воспитанию подрастающего поколения. Вообще русские центры с 2013 года реализуют немало социально значимых проектов. А это работа с инвалидами, со школьниками и даже представителями бизнеса общества. Стоит отметить, что направлений деятельности центра действительно много. И одно из них – это развитие этнотуризма. Сейчас рассматриваются варианты, где можно поставить такую избу русскую, кто из предпринимателей за это возьмется. Но могу сказать, что наши казаки предлагают, такую завесу открою немножко, тайну, казачий курень сделать, вот именно что, со всей атрибутикой. Там будет проживать семья, это будет гостевой дом. Поэтому если сейчас у нас ведутся переговоры с предпринимателями других этносов, это азербайджанский, татарский, уйгурский, корейский культурный центр, и с этим предложением вышли к ним тоже, чтобы в местах компактного проживания различных этносов на базе каких-либо хозяйств постараться сделать такие вот объекты этнотуризма. В связи с этим мы очень чудесно работаем с управлением туризма. Одним словом, большая работа ведется во всех уголках Алматинской области. И планов у Русского центра немало. И все они, уверенные представители национального объединения, благодаря поддержке областной ассамблеи, непременно будут реализованы. На этом время нашей программы подошло к концу. Мы надеемся, что вы провели его с пользой. Увидимся ровно через две недели на телеканале ЖТСУ. Всего вам самого доброго, мира и согласия вам и вашим семьям. До свидания. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин